В конце апреля начался новый мотобольный сезон. Домашней игрой Металлург открыл чемпионат и совсем скоро спортсмены отправились на Кубок России в город Ковров. Неделя ежедневных игр, а в финале видовчане встретились со своим основным противником – Колосом из Ипатова. Вроде как подумаешь, 29 раз. Это солидно и много. А когда анализируешь, допустим, последний Кубок в Коврове, в финале за 40 секунд до конца проигрывали 3-2. Им ставят пенальти Анатолий Касьянов, доверили ему выбить пенальти, забивает пенальти 3-3. 2 по 10. И таких судьбоносных историй у игроков сотни. В этом году Металлург отмечает 50 лет. За это время команда неоднократно брала высшие награды в мире мотобола. Костяк сборной России составляют именно игроки Видновского клуба. Вновь завоеванный Кубок спортсмены принесли с собой на встречу с главой Ленинского городского округа Алексеем Спасским. Команда легендарная. Люди легендарные, которые вписали свое имя в историю, в историю фактически мирового спорта, договорились о том, что нужно менять подвижной состав, мотоциклы. У нас, к сожалению, не получилось два года назад это сделать. Но теперь очень постараемся, чтобы это случилось в этом году. Ну а парням хочется пожелать новых побед, потому что мы болеем за них, переживаем. Среди игроков много молодежи. Принцип Металлурга – не дожидаясь смены поколения, растить новых спортсменов и внедрять их в основной состав. С такими мастерами, с такими монстрами, можно сказать, мотоболы играть и тренироваться, брать только лучшее. Это самое лучшее, что есть в мотоболе. О заслугах молодежи главе Ленинского округа рассказал президент команды Валерий Нефантьев, который также отметил, насколько для Металлурга важна и цена поддержка администрации. Результат сказывается, когда есть работа. Есть работа, есть отношения, есть внимание, есть поддержка. Ребята тоже чувствуют. Вот этот прием сегодня у главы, он просто морально ребят поддерживает. Я знаю, что первый человек смотрит, их принимает, их благодарит. Это многого стоит. Тем временем в самом разгаре чемпионат России. В его рамках Металлург уже сыграл шесть матчей. На днях ребята вернулись с выездных игр. А на домашнем поле 28 мая им предстоит встретиться с ковровцем из Владимирской области. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.